Раз, два, три где-то там нужно сыграть какую-то гамму вверх, где-то просто ноту какую-то вверху подержать. В фанке вообще все соло, оно на рифовой основе, то есть это какой-то момент из трех-четырех нот. Это какой-то момент из трех-четырех нот, который постоянно повторяется. Жиляк, да? Нет, фанк. То есть фанк, он сказал, что это фанк. Фанк, я вообще играю в фанк. Я в молодости был рэпером, но это же все оттуда. Ну фанк так фанк. Все, как правило, начинается с одной фразы. Дело в том, что мой папа музыкант, и он тоже бас-гитарист. Музыка ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Когда учился в школе, мне понравилось очень Так как я в молодости был рэпером, ну это же все оттуда Все как правило начинается с одной фразы Не хотела ехать в Москву Мы вначале с сестрой пытались что-то делать вообще в Ставрополе У нас была группа там уже И там все, что вообще можно было там делать, это просто выступать на джазовом фестивале раз в год Ну на самом деле, что хорошего было у меня там в Ставрополе, в котором я живаю? Ну и музычи еще, ну джаз-фестиваль раз в год Поэтому просто я как бы забил на все это дело и приехал в Москву ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вдруг мне позвонил мой брат Леша, а Леша уехал уже раньше сюда. И говорит, Вичка, ты знаешь, пока ты сюда не приедешь, у меня ничего не получится. Мой родной брат мне об этом говорит. У меня сердце кровью просто обливается, когда он это говорит. Потом уже подтянулась Вика, и уже стали унести с ней делать. Конечно, я знала, что сразу я приеду, и сразу все будет. Я в этом была уверена. Это было зимой, мы спали на полу. И я спала возле барабанов, просто вот прямо возле барабанов. Мне было так холодно ночью. Мороз там, 30 с чем-то градусов на улице, а мы спим на полу. Но мы приехали в Москву, нам негде было жить, мы еще не могли найти себе квартиру, потому что все понимают, что в Москве с жильем, конечно, это большие проблемы. Люди забывают, что они вот живут эту жизнь, это все временно, это не самое главное. Мы вот здесь сейчас живем, и там кто-то за нами следит. Я не знаю, кто он, Бог, не Бог. Я не знаю. Все, как правило, начинается с одной фразы, просто с риффа какого-то. Просто какой-то рифф, который у тебя в голове болтается. Мне кратче это все рассказать или как? Кратче прямо, да? Миссис Биг, ну, меня привел вообще-то, как там получилось-то? Я встречал людей, посещающих репетиционную базу, ну, и казалось, это мадам, очень немаленьких размеров, и родной брат ее. Она играла, у нее банда была тоже, там они часто выступали. И познакомились, мы сижу, я как-то занимаюсь в училище, и звонок мне, Пепл, наш друг общий звонит, говорит, слайк, надо подыграть с Викой, потому что у них барабанчик заболел, поиграю с ними концерт один. Ну, я же хорошо, говорю, играю. Не знал ни программы, ничего, что там, как-то. Я не могу так дуть. У меня не работает, у меня нету входов больше, мы врубили вот эти два, чтобы они потом... Ну, пониже его можно, я не могу вот так играть. Ну, а ровно хотя бы. Ну, ровно могу. Вот ровно. А, ну, все. А я играю вот так. Ты играешь туда, хотя бы вот так, ровно. Да, это можно играть. Да всякое бывает, все что угодно. Ну, если бы все было все время очень хорошо, это тоже как-то ненормально. Такого не бывает, это уже лицемерие, по-моему, какое-то. Все-все говорят, что слышат, все нормально, все общаются, все постараются друг друга понять, насколько это возможно. Все бывает. Ну, я как бы стараюсь на это просто не обращать внимания. Потому что, когда ты играешь там, там, свою музыку, ты находишься в таком состоянии, в таком гипноз или что-то, не знаю. То есть как-то все, что происходит, то есть там какая-то ссора возникает, просто стараюсь не обращать на это внимания. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, не знаю. Может быть, более помощнее чуть, но как-то. Но немного, главное, чтобы немного. Этот кусок же мой вообще изначально был. Ну, как, не то, чтобы там твой вообще. Он весь как бы, ну, всех как бы нас. Ну, подожди, импровизация моя должна быть на этом. Ну, не такая, в общем. Та-да-ду-да, тара-па-па. Ну, как-то вот. Ну, там все напачкает. У всех какие-то есть разногласия, у всех какие-то есть недомолвки. Там что-то накапливается на кого-то. Так и у нас, в принципе, есть немножко. Но мы стараемся это все как бы сглаживать. Сели там, поговорили. Вот приходит человек, здорово играет, ну, ничего так, да? Так хорошо прям песни звучат. А потом, вот, вот, смотришь друг другу в глаза, и ничего там не видишь. Потом общаешься, ничего не чувствуешь. Я звонила себе столько барабанщиков, блин, просто вообще. Ну, пошел. Ну, извиняйте. Главное не обижайтесь. Никто не может объяснить, в чем дело. Вот приходит человек, ты смотришь в его глаза, и ты все видишь. Твой это человек или нет? Ты видишь в них какую-то боль, какую-то радость. Ты все это понимаешь в его глазах. Ты просто смотришь и думаешь, боже мой, это же мой человек. Он даже может быть менее техничен, чем тот, который был до этого. Никто не может понять, это восьмое чудо света. Незаменимых людей нет. Вот сейчас, вот сейчас было просто замечательно. Вот как раз так, как и надо. Вот что самое главное, когда ты уверен в своих силах, это тебе очень помогает. Кем бы ты ни был, женщина, мужчина, там, неважно. Ты уверен в себе. Я вот нахожусь на репетиции, я вот иной раз даже бывает чье-то обаяние, меня сбивает с потолой. Я хочу человеку сказать, что ты играешь немножко не так, неправильно. И я делаю остановку, только начинаю говорить. И на меня смотрят эти глаза, вот эти губы. И я забыла уже, про что я хотела сказать. Там смещение идет на одну, на долю. И сейчас мы все сместили. Так, дорогие, дорогие друзья, знаешь, что я предлагаю? На минут через 10 нужно сворачиваться? Так. Вот, давайте засечем вот эти две песни от начала и до конца с паузой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пусть попробует со мной станет рядом любой мужик, если сыграет со мной на бас-гитаре, в сэшн, я его вот туда задавлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увидела пластинку «Битлз», вот ее видела Пула Маккартни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я говорю, папа, на чем это дядя играет? В общем, он говорит, на бас-гитаре. Говорит, папа, я хочу научиться играть на бас-гитаре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И уехать в Лондон и выйти за него замуж. В общем. Я вышла замуж за пианиста, джазового пианиста. Вот. Все, конечно, было в таком розовом цвете. Мы играли музыку. Мы даже не представляли себе вообще, не понимали, что такое семейная жизнь. Когда мы столкнулись с этим, мы просто поняли, что мы... Ну, даже, может, так романтически... Мы не созданы друг для друга. Потому что, пусть, конечно, не обижаются музыканты, там все, но все музыканты, там люди искусства, они абсолютно все не приспособлены к жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пробовала соединить свою жизнь не с музыкантом, на самом деле. Вот. Он мне просто говорил, что... Что ты играешь на своей балалайке каждый вечер? Всю ночь ты играешь на ней. Да брось ты ее, рожай детей. Готовь ужин, рожай детей, заводи семью. Там все такое. Он меня не понимал. Просто не понимал. Ну что, вот мне уже 32 года. Летом мне будет 33. Я перечеркнула всю свою жизнь, вот именно женскую жизнь, такую... Женскую жизнь. У меня есть моя гитара, бат-гитара. Сочиняю песни какие-то. В группе есть некое такое чувство. Не знаю, это чувство долга. Или же чувство какого-то там достоинства среди своей группы, я не знаю. Чувство какого-то там равенства, братства. Я не знаю, вот как это назвать. Но есть среди музыкантов какое-то чувство такое. Оно необъяснимое. Его нельзя описать. Его нельзя снять на камеру. Его нельзя написать в книге. Про него нельзя рассказать. О чувствах нельзя рассказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо.